С 24 января в правительстве Забайкальского края не проводятся оперативные совещания. Любое мероприятие, связанное с получением хоть какой-то живой информации от первых лиц, собирает немало представителей СМИ. Сегодня брифинг в Министерстве экономического развития. Тема – поддержка бизнеса. За 2021 год было потрачено полтора миллиарда рублей. На поддержку в этом году планируется на 300 миллионов больше. Но на прошедшем 4 февраля годовом отчёте Минэкономразвития контрольно-счётная палата уже высказывалась о неэффективном расходовании средств на поддержку бизнеса. Сегодня прозвучала информация, которую от Минэкономразвития очень и очень ждут каждый пандемийный год. У нас как предложение сейчас рабочая группа будет работать над этими предложениями. Значит, первое, то, что касается предпринимателей, которые осуществляли деятельность в пострадавших отраслях и снизили доходы более чем на 30% к уровню 2019 года. Второе – это те предприниматели, которые прекратили деятельность во время пандемии и возобновили её в 2022-2023 годах. Третье – это предприниматели, которые работают в отдалённых районах и населённых пунктах с численностью менее тысячи человек. Далее – предприниматели, которые в прошлые годы уехали из края, в 2022-2023 годах перерегистрируются в Забайпайском крае. То есть для этой категории у нас ставки максимально предлагаются, будут снижены. То есть предложение с 6 до 1% и с 15 до 6% – это в зависимости от системы учёта. Налоговые льготы, в том числе для категории «Вернитесь, мы всё простим». Поддержка социального бизнеса, финансирование бизнес-проектов, развитие сельского хозяйства, ввод производства железобетонных изделий и полуфабрикатов. Позитивный брифинг неплохо бы подкрепить цифрами. Это мог бы сделать представитель КСП, но их на встрече не было. Поэтому просто немного статистики. Рейтинг российских регионов по качеству жизни. При расчёте рейтинга проводился анализ 67 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе от уровня доходов до инфраструктуры. Забайкальский край поднялся с предпоследнего 84-го места на 81-е. Пятое – с конца. Вячеслав Барнинский, Алексей Павлов, ЗАПТВ. Субтитры создавал DimaTorzok